Здравствуйте! Мы находимся в деревушке Ларго, где жил Александр Селькирк. Александр Селькирк – шотландский моряк, проведший 4 года и 4 месяца на небитаемом острове Маса Тьера с 1704 по 1709 год. Сейчас этот остров называется Робинзон Крузо, который находится в Тихом океане, в 640 километрах от побережья Чили. Он является прототипом Робинзона Крузо в знаменитом рассказе Даниэля Дефо. Робинзон Крузо. Робинзон Крузо. Деревня сохранила множество исторических зданий, а в 1978 году стала охраняемой территорией. Заброшенный виадук является местной достопримечательностью. Железнодорожная линия была закрыта в 1960-х годах. 27-летний Александр был боцманом судна Сенк-Пор, которая входила в состав флотилии под командованием Уильяма Дампера. В 1704 году он отправился к берегам Южной Америки. Вспыльчивый и своенравный Александр постоянно вступал в конфликты с капитаном судна. После очередной ссоры, которая произошла возле острова мысатьера, Селькирк потребовал, чтобы его высадили. Капитан немедленно удовлетворил его требования. У Александра были некоторые вещи, необходимые для выживания – топор, ружье, запас пороха и другие. Страдая от одиночества, он привыкал к острову и приобретал постепенно необходимые навыки выживания. Поначалу он питался моллюсками, но со временем освоился и обнаружил на острове одичавших домашних коз. Вскоре он приручил их и получал от них молоко. Из растительных культур обнаружил дикую репу, капусту, черный перец, а также некоторые ягоды. Селькирк построил себе две хижины из лекарственной пименты. Запасы пороха подошли к концу, и он был вынужден охотиться на коз без ружья. Чтобы не забыть английскую речь, он постоянно читал вслух Библию. Когда его одежда стала изнашиваться, он стал использовать для нее козьи шкуры. Также он нашел обручат бочек и мог изготовить из них подобие ножа. Спасение к нему пришло 1 февраля 1709 года. Это было английское судно «Герцог» с капитаном Вудстоном Роджерсом, который назвал Селькирка губернатором островом. Вернувшись в родную деревню, он постоянно посещал пабы и рассказывал всем свою невероятную историю. Судя по воспоминаниям современников, он был неплохим рассказчиком. Однако Селькирк так и не смог привыкнуть к новой обстановке. Он поступил на Королевский флот в чине лейтенанта и умер на борту судна «Веймут» в 1721 году. Александр Селькирк был похоронен в море у берегов Западной Африки. В честь моряка был назван, расположенный неподалеку от острова Робинзона Круза, остров Александр Селькирк. В 2008 году учеными британского общества по средневековой археологии было обнаружено место стоянки Александра Селькирка. Находки археологов позволяют предположить, что, находясь на острове, моряк построил у ручья два шалаша и наблюдательный пункт, с которого он мог видеть проходящие корабли. Там же было найдено два навигационных прибора начала XVIII века. В деревне установлена мемориальная табличка, которая гласит в памяти Александра Селькирка, мореплавателя, прототипа Робинзона Круза, который жил на острове Хуан Фернандес в полном одиночестве в течение четырех лет и четырех месяцев. Умер в 1723 году на судне Уэймут в возрасте 47 лет. Эта табличка установлена Дэвидом Галлисом на месте дома, в котором родился Селькирк. Табличка в гавани указывает на остров Хуан Фернандес на расстоянии 7500 миль, где Александр Селькирк прожил более четырех лет и четырех месяцев один на острове. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok